Работать с собаками Мы постоянно держим связь и понимаем друг друга. Быть на охоте единым целым со своей собакой не так сложно. Но она должна понимать, что охотиться не для меня, а вместе со мной. Мы вместе работаем, вместе отдыхаем, вместе радуемся у дочь на охоте. В фильме я расскажу, как, по моему мнению, лучше воспитывать и тренировать собаку, решать любые проблемы в совместной охоте. Сейчас я выпущу молодую шведскую лайку по кличке Орка. Она уже охотилась на кабана в естественных условиях. Однажды с ее помощью в лесу застрелили хряка, но она еще никогда ранее не бывала в кабанях-угодиях. Угодья дикой свиньи. Часть первая. Есть две причины, по которым я приехал сюда. Первая состоит в том, что я хочу немного поработать в команде, а шведские лайки как раз известны своей самостоятельностью. Так что я смогу поработать над развитием у собаки чувство контакта со мной. Но есть и еще одна причина, по которой я здесь. И она заключается в том, что я уверен, мы обязательно встретим кабана. Здесь, в этом хозяйстве, облюбовали себе место многие представители свиного семейства. Их здесь так много, что я точно знаю, нам сегодня кто-нибудь попадется. У этих угодий огромная территория, и все здесь приспособлено для дрессировки собак и охоты. Но сейчас дует ветер, а вокруг опитает сотни кабанов сильным запахом. Это может сбить с толку молодую лайку. Орка взяла след, и сейчас мы движемся вглубь охотничьих владений. Очень важно следовать за собакой строго по направлению ветра, чтобы, во-первых, она не потеряла след, а во-вторых, чтобы она была готова сразу погнаться за зверем. Дикие свиньи здесь очень сильно пахнут, так что необходимо дать собаке немного времени взять след конкретного зверя. Поэтому, если вы находитесь в подобном месте с повременной оплатой, вы должны рассчитывать на то, что собаке потребуется больше времени, чтобы взять след. Лучше дать собаке возможность для одной удачной погони, одной удачной попытки поймать свинью. Множество целей сбивает собаку с толку и делает для нее условия охоты более напряженной, а вам труднее ее найти. Иными словами, вы должны не мешать, а помогать собаке охотиться. Здесь, в этих угодьях, много кабанов. Но и взять след для собаки непросто. По моему мнению, для тренировки и проверки способностей собаки к охоте – это наилучший вариант. Это настоящая охота на дикую свинью в открытом лесу. Сейчас я должен позвать сюда орку, молодую охотницу чуть старше года. Она уже имеет опыт выслеживания диких свиней. Я считаю очень важным дать собаке некоторую свободу и подстроиться под ее особенности. Так что хорошо изучите и запомните эти особенности на первой тренировке. Особенно, если четвероногий помощник охотится в первый раз. Хозяину необходимо изучить повадки и особенности поведения своей собаки. А молодому, начинающему пушистому охотнику, необходима поддержка человека. Неопытной в охоте собаки очень тяжело поначалу, поэтому на первых этапах она нуждается в дополнительной опеке. Ей тяжело действовать самостоятельно. Именно поэтому орка сейчас постоянно все-то следует за мной. Сейчас я хочу, чтобы орка взяла след не слишком маленьких свиней, так как в дальнейшем ей предстоит выслеживать и облаивать крупных взрослых команов. Следовательно, именно такой опыт будет для нее особенно ценным. Кабаны-подростки нам не нужны. Для уменьшения степени любых рисков, свиньи, которых разводят здесь, в лесном хозяйстве, здесь же и проводят всю свою жизнь. Следовательно, их поведение зачастую отличается от поведения дикого кабана в настоящем лесу. Разумеется, кабан, которого вы застрелите здесь, почти ничем не отличается от кабана, обитающего в диком лесу. Но вы всегда должны понимать, что это не дикий кабан из леса. Вы должны помнить, что между ними есть разница. Местные свиньи уже встречали в своей жизни собак. Никто не гарантирует того же при встрече с кабаном в диком лесу. И я хочу, чтобы орка поохотилась в наиболее сложном ландшафте этого хозяйства. Во время охоты с молодой собакой вроде орки, тем более при хороших взаимоотношениях с человеком, есть опасность гиперопеки с вашей стороны. Вы, например, рискуете подойти слишком близко к свинье и спугнуть ее. А в условиях настоящего леса кабаны гораздо опаснее, чем здесь. Так что соблюдайте баланс и дистанцию. Смотрите за собакой, идите следом, изучайте ее реакцию, будьте рядом, но не ходите за ней по пятам. Не держитесь к ней слишком близко. Прошло некоторое время. Я слышал лай. Орка вышла на небольшое стадо, и ей, судя по всему, понравилось за ним бегать. Сейчас нужно быть сверхосторожным и строго следить за направлением ветра, чтобы двигаться против него. Я не хочу нарваться на кабанов. Чтобы не мешать собаке работать, я должен быть тих и незаметен. Ну вот мы и наткнулись на стадо. На это у нас ушло чуть больше часа. Это довольно много для такой теплой погоды. Сейчас необычно тепло для сентября. Пойду посмотрю, как там дела у орки. Собаки здесь нечасто охотятся на свиней, потому что эта территория скорее тренировочная. Она к тому же очень большая, с довольно трудным для собак ландшафтом. Орка облаивает и гонит свиней. Я хочу, чтобы она следовала за ними еще какое-то время, и мы успели еще разок побегать, прежде чем она устанет. Собака все делает абсолютно правильно. Она держится на правильном расстоянии позади зверя, гонит его с правильной скоростью и постоянно облаивает стадо. Это очень правильно для лаек, да и вообще для собак, которые охотятся подобным способом. Риск, правда, тоже высок, так как в дикой природе кабан ведет себя менее предсказуемо, чем в охотничьем хозяйстве. Охота подобным способом в диком лесу потребует большего контроля со стороны человека. Кабаны исчезли из виду. Видимо, это очень крупный хряк. Лесные кабаны отличаются от здешних по размерам, так как на охраняемой территории они могут достичь более зрелого возраста, а значит и более внушительного размера. Лай орки говорит о поведении кабана. Оно спокойное, судя по лаю. Орка учится контролировать животное, и такая тренировка делает из собаки охотника-профессионала и улучшает ее результаты. Когда в лесу начнется сезон, у нас с оркой будет много возможностей для охоты на хряка. Поэтому сейчас я ее активно тренирую, смотрю, насколько она вынослива, слушаю сигналы, которые она подает, наткнувшись на зверя, смотрю, насколько она самостоятельна. Так что тренировки в угодьях особенно хороши для шведских лаек, которым скоро предстоит охотиться в реальных условиях дикого леса. Лесная охота сейчас была бы в самом разгаре, но наша сегодняшняя тренировка окончена. Мы будем постепенно увеличивать время тренировки. Орка работала чуть больше полутора часов, но сейчас она устала. Я слышу это по все более редкому лаю, и я вижу, что она не в состоянии держать дистанцию со зверем. Привет, моя хорошая. Ты очень способная. Ко мне. Ты хорошо поработала. Сейчас нужно идти к машине и ехать отдыхать. Орка, ко мне. Ко мне. Моя собака очень устала. Так что наступила моя очередь поработать. И я несу ее к машине. Субтитры сделал DimaTorzok